всем привет приветствую вас на своем канале сегодня я хочу в своем видео показать вам номер в котором я живу я сейчас отдыхаю в одесской области в затоке отдыхаю здесь я четвертый день приехали мы в понедельник 2 сентября погода была шикарная после обеда во вторник была хорошая погода вчера погода была не очень поэтому мы съездили белка-роднестровский погода непонятно это солнце то облака ну в общем и номер стоимость этого номера это трехместный номер 30 с половиной долларов в сутки номер маленький номер я заранее не бронировала так не знала когда мы приедем в затоку вот поэтому остались только такие трехместные номера в принципе нам хватает переночевать принять тушь а шкафа нет здесь есть такая вот вешалка с крючками на которой висит наша одежда номер маленький вот он даже не трехместный не двухместный хороший одноместный номер маленький холодильник прямо находится санузел одна кровать вот такая под ней есть шуфляды в которые мы складывали свою обувь окно с москитной сеткой кондиционер телевизор две табуретки есть в принципе даже свои вещи толком никуда положить опять же не бронировала поэтому цель это что есть этом отеле мы постановимся каждый год становимся других номерах тоже выше с общей террасы в этом году вот так тумбочка зеркало и вот такая двухъярусная кровать тоже снизу и шуфляты вот полотенца как бы белье все чисто номере чистая чистая постельная хороший матрас нут маленький номер единственное что и санузел тоже маленький унитаз вот и сверху душевая лейка зеркало даже мало полочек могли повесить полочки сверху очень маленькая раковина толком не умыться все еще на пол и вот такие две маленькие полочки которые с трудом уместил десятую часть того косметики которые привезла родитка еще есть тут конечно в принципе опять же говорю номер нам нужен чисто чтобы переночевать и принять душ мы тут не сидим вчера я ездила белка роднестровский знаете первое нас настигло такое несчастье у нас сняли номера с машины в центре города среди бела дня предыдущие года еще смеялась что белорусы снимать номера свои с машин таскает их собой в этом году у нас мы едем на роднестровске постоянно магазины покупаем уже знаем магазины в которых продается хорошая турецкая обувь верхняя одежда вот и по ценам как бы там дешевле чем той же одессе и не надо бегать часами и днями по седьмому километре уже идем через цельноправильный магазин покупаем одеваемся на сезон и вот в центре города возле рынка не было мест мы остановились возле рынка есть такой поворот на улицу еврейскую там куча машин ездит и полиция и охрана и когда мы вернулись из магазинов увидели что наши машины не было номеров номерных знаков регистрационных под щетками естественно никто окружающий ничего не видели не слышали хотя куча людей центр города опять же это было где-то в районе 11 12 часов дня вот под щетками лежала записка с номером телефона благо что день до этого я купила сим-карту так как в номере вайфа не ловит лови только там на общей территории отеля в общем позвонила по этому номеру мне сказали положить деньги тысячу гривен на номер киевстара и после этого мне вернут номера уже оставалось делать я положил деньги тысячу гривен на номер телефона перезвонила по этому номеру поехала и в районе самой крепость такая есть у них в общем на въезде на стоянку платную лежали мои номера приезда на стоянку пошла к баумам люди которые запускают людей на территории стоянки ритой тут куда приехал кинул ну конечно же все это одна шайка лейка еще знаете что здесь воруют номера поэтому не надо их оставлять на своим транспортным средствам снимайте вашу безопасность здесь никто вам не гарантирует никогда не сталкивалась с этим ну вот так вот случилось поэтому будьте внимательны если поедет сегодня мы отдыхаем 5 сентября уже четвертый день здесь погода утром было солнышко сейчас вроде тучки если бы такая погода то вечером проедем в одессу сниму вам свое видео ну в общем пока вот такие дела не очень хорошо у нас вчера прошел день во первых бог с ними с деньгами это 1000 гривен 40 долларов но знаете как-то стресс такой испытали которого ну как-то я к такому не привыкла чтобы среди бела дня с твоей машины отдирали с корнями пришлось покупать новые рамки потому что были сломаны в общем такое беззаконие ты беззащитен вот ну поэтому если видите за току погода принципе тепло сегодня солнца нету горят вроде уже завтра будет солнышко ну я вам сниму свой ролик покажу вот пока такое мое видео из затоки спасибо что смотрели меня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите свои вопросы на все отвечу на все что вас интересует пока пока